С инициативой адресной помощи выступила генеральный директор общества с ограниченной ответственностью конструкция Нина Павлова. Она пояснила, что продуктивнее будет, если каждое предприятие в составе совета возьмет шефство на той или иной общественной организации или конкретной семьей, чтобы материально помогать не от случая к случаю, а на постоянной основе. Наши деньги получаются. Детям нужно просто внимание. 50 тысяч предприятий всегда найдет. И вообще просто надо покупать подарки или что-то еще. Это не та помощь, которая вообще. Не те деньги, но столько радости вообще приносим и так далее. Совет директоров предприятий и организаций для того и создавался, чтобы решать важные задачи и делать жизнь муниципалитете комфортной для всех. Ведь в ходе заседаний члены совета обсуждают с главой Ленинского района вопросы разного рода. В том числе и насущные темы деятельности градообразующих предприятий. Решение больших и малых проблем, возникающих в их работе. Создание нового органа поможет более качественному и оперативному решению задач. Проводя встречи с нашим предпринимательским сообществом, хвастаюсь в хорошем понимании этого слова, что у нас создан такой замечательный сайт директоров, руководители предприятий наших таких градообразующих, сильных, активных, которые не только радуют нас отчислением в бюджет муниципалитета, но еще вместе с нами готовы делать хорошие, добрые дела. В ходе встречи глава Ленинского района Валерий Венцель поделился с членами совета приятными новостями. Рассказал об открытии в детской поликлинике доброй комнаты для маленьких посетителей, где они смогут играть и отвлекаться от больничной атмосферы, о долгожданном ремонте взрослой поликлиники, который запланирован на 2020 год, и создание в ней еще одной доброй комнаты, об успешно состоявшейся благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». Многие проекты реализуются при поддержке предпринимателей. «Инициатива с нас, а с вас просим поддержку. Это не говорит о том, что там много миллионные какие-то вложения, это абсолютно спокойная история, которая, знаете, по большей части вы все занимаетесь благотворительством, по большей части вы занимаетесь вот такими добрыми делами, но здесь вот можно это все сделать целенаправленно». Несомненно, работа совета принесет пользу, ведь опыт деятельности подобных органов в соседних городских округах Подмосковья показывает высокую эффективность. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.